Всем привет! Сегодня хочу рассказать про полезное дачное садовое растение. Полезное и для здоровья, и при этом вкусное. Еще оно мило цветет. Это чабурец. Легко выращивать на садовом участке. Растение неприхотливое. Тут оно даже немножко заросло. Но если за ним ухаживать, оно растет еще гуще, еще жестче. Получаются целые кучки. Вот такие вот чабуреца. Вот так вот выглядят растения вблизи. Очень пахучие. Основной корень где-то вот тут находится. А это все просто лежит таким дерном на земле. Вот посмотрите, можно это все приподнять. И корень он где-то там находится. Ну вот так вот он расползается. Вот как разросся этот экземпляр спустя два с половиной месяца. То есть очень быстрорастущее растение. Дополнительная информация, кстати, будет в описании. Выведу в описании по поливу, по уходу информацию. Вот цветущий чабурец. Так вот он цветет. Шмель его опыляет. На лугах вдоль полей можно найти какие-то пряные травы, как мята. Во многих регионах России такие травы, как мята, как чабурец. И потом заварить с них чай. В основном это на вот таких вот полянах, освещенных с разнотравием. Ну и можно как приправу использовать. Тоже чабурец. Вот так этот куст разросся за пару месяцев. Спустя, после той съемки. Ну, сейчас немного нару, на чай посушу. Чабурец можно вот так вот сушить, просто на газетке. Хранить лучше сушеную зелень в герметичных банках, плотно закручивающихся, или с прижимными крышками, и не более года. Все, чабурец усушен. Обычно хватает там нескольких дней, но смотрите по ситуации, как у вас там жарко, холодно. Хранить можно, я думаю, не меньше чем полгода. Запах сохраняет. При этом вот можно в чай добавлять, можно добавлять как приправу к мясу к каким-то блюдам. Есть некоторые варианты. Можно добавлять просто в маринад, если маринуете мясо. Можно посыпать уже почти готовое блюдо, когда вы жарите мясо, к примеру. Ну, вариации масса. В чай можно закинуть немножко чабуреца, он тогда приобретает довольно забавный, пряный такой вкус. Кстати, лучше хранить чабурец мелко нарезанным, может даже ножничками так порезать мелко, чтобы было удобнее пользоваться. Еще подсыпем немного смеси итальянские травы. К сожалению, что-то не нашлось. Какой другой более подходящий. Еще посолим. И еще раз это все натрем. Все, блюдо готово. Разогреваем духовку. И можно ставить. Майонезом все намазано, поэтому ничего пригореть не должно. Никакие чесночинки, никакие листики чабуреца, приправы. Все должно быть нормально. Все, всем спасибо. И до встречи на канале. Субтитры сделал DimaTorzok